Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Мы с вами сегодня слушали чтение Евангелия от Луки. В нем говорилось о том, как к Иисус Иоанн послал учеников своих, чтобы они задали им вопрос. Кто ты? Тот ли, о ком нам говорит пророчество, или же мы должны ждать другого. Он не сказал им слов, но при них исцелил больных и сказал, видите сами, слепые прозревают, увечные ходят, мертвые воскресают. я отпустил их. В свою же очередь он спросил, собравшись, что думается им о Иоанне пророке. и сказал им, что это величайший из рожденных на земле, и подобного ему не отыскать. Слова, которые были сказаны, да, слепые прозревают, увечные ходят и мертвые воскресают, это же слова, имеющие подоплеку духовного. Что происходит с людьми нынче? В чем, наверное, я бы сказал, типичная проблема, которая стоит перед нами, да, она стоит прежде всего в том, что пасторы пасут сами себя. Как об этом сказано в Евангелии, так это и продолжается до сих пор. Многие спорят из-за каких-то правил или слов сказанных, при этом не разумевают главного. Слепые не прозревают, а мертвые не воскресают. Я вижу, как напуганы овцы. Они пытаются себя винить в происходящем, но у них это как-то нелепо получается. Вся беда в том, что, как сказано в Писании, слепые ведут слепых. Овцы напуганы, да, это очевидно, потому что ищут причину происходящего, прежде всего, в себе самих. Что я наблюдаю, да? Как человек, который тоже ходит двумя ногами по миру, я наблюдаю то, что люди становятся более жестокими, это проявляется во всем, в отношении к детям, в отношении к близким, в отношении к посторонним. люди надбиваются друг над другом, в надежде уязвить самолюбие друг друга. И люди совершенно не понимают, что делать в своей жизни. я это наблюдаю, я это наблюдаю, потому что честно могу себе в этом признаться. собственно говоря, собственно говоря, знаете, вот эти слова, которые говорят люди друг другу, да, покайтесь, они означают только одно, это необходимость быть честным человеком, который может себе признаться во всем, который не станет оправдывать происходящее, ссылаясь на волю Божию или на грешность, там, людскую, да, это не нужно делать. вера это не не какая-то игра. Вера это жизнь. И нужно еще уметь жить для того, чтобы это ощутить. Знаете, почему люди сегодня легко рассуждают о смерти? А потому что они жить не знают как. Им смерть кажется очевидным выходом. Я вот сегодня с утра вспомнил одно стихотворение. Автор это Чапурных, да, фамилия его. Вот, и он очень красиво сложил в строки то, что у него накопилось в сердце. Что на Руси не таи? Господи, в юго и в юго, как же там овцы мои Господи, режут друг друга. в юго и ночи и дни след от могилы к могиле. Или озверели они, или меня позабыли. Понимаете, дело в том, что утверждать, что Иисус, наш Бог, этого мало. Быть готовым убивать других ради этого, этого мало. Быть готовым умереть ради этого, этого мало. А знаете почему? А потому что нужно жить. А вот этого хватит спал на любому. Жить по правде это вещь, которая сегодня многим недоступна. Потому что им проще померить в лицемерную ложь. Сделать из Иисуса такую вот, я бы сказал, удобную личность, которая будет во всем потакать самолюбивым, эгоистом. верить в то, что ты прав, это значит умереть духовно. Покаяние-то, оно как раз о том, что я не прав. Но этого никто не хочет признать. Я вижу людей оправдывающихся, людей сумоуверенных, но людей кающихся я не вижу. Потому что покаяние это прежде всего изменить свою жизнь. Не кричать о том, что мы во всем правы, да. человек, который утверждает это, да, который возвеличивает своего Бога словами, это не верующий человек прежде всего. Это просто человек, который потакает своему самолюбию. вот недавно была трагедия, вы, я думаю, слышали, когда трое военнослужащих расстреляли, там почти 30 человек, да, за то, что обидели их Бога у всех на виду. По крайней мере, так пишут некоторые издания, что командир на плацу высказался о их вере недружелюбно. И они убили большое количество своих служивцев. О чем это говорит? О том, что человек так и не научился быть поистине Сыну Божьим. Да что значит слова? Но гордыня дикаря мешает ему переварить это оскорбление. Я утверждал и продолжаю утверждать, что верующий человека нельзя оскорбить. Нельзя никак оскорбить, даже говоря про его там Бога плохо. Что это? Самолюбие задетое, да? Самолюбие задетое. А если самолюбие задето, значит человек до сих пор дикарь, несмотря на то, что выдумал себе кумира. Раз этот кумир разрешает убивать, значит это не Бог. Осознавший ценность человеческой жизни, не сможет ее отнять. легко. Не сможет. И в этом камень преткновения некоторые религиозные люди полагают, что надо во имя своего любимого Бога убивать других, чтобы утолить его жажду справедливости. но это тогда не Бог получается. Этот дьявол, как сказано в Писании, он человекоубийца изначально. И поэтому кто еще может так относиться к прочим? Только он. Это его жатва, его радость. потому что пришла пора ему насытиться энергией человеческих душ, которые излучают ненависть и излучают самолюбие. Вот вчера, пожалуйста, на ночь новая новость, да? Офицер из автомата расстрелял свою жену на глазах у сослуживцев и сам пытался сострелиться. А вот трое детей маленьких. О чем это говорит? О том, о чем я раньше сказал. Жестокость не оставляет вариантов. Надо во что бы то ни стало отомстить. А о чем это говорит? О том, что все остались до сих пор дикарями. То есть цивилизация, да, она научила нас мыть руки и лицо и научила нас чувства, эмоции облекать слова. Но внутри нас живет дикарь, который готов убивать ради задетого самолюбия. Не надо искать признаков конца света. вот вот они, да, помнится мне один фильм, да, цельнометаллической оболочки, когда солдаты маршируют с автоматами в руках по Вьетнаму и поют «С нами идет Микки Маус», да, Безумие. Тотальное безумие поразило людей. Они совершенно потеряли человечность. Она стала формальной. Я понимаю, что нельзя обнять необъятный мир, но я вам скажу одно. Мне приходилось в этой жизни умирать и всякий раз я чувствовал, как я растворяюсь в воздухе. И знаете, что я вам скажу? Такое может произойти только, когда душа больше, чем окружающий ее мир. А в людях сейчас душа сжимается. копится какая-то обида на жизнь. Я понимаю это. По телевизору показывают одну жизнь, а мы живем в другой реальности. И людям очень обидно жить, понимая, что вокруг ложь. Обидно знаете, за что? За прошлые годы. Очень больно осознавать, что жизнь прожита впустую. И тогда так хочется свести с ней счеты. И человека можно понять. Просто проблема вся в том, что мы позабыли, чему мы служим. Когда я служил в своем храме, я видел его как маяк. В нем постоянно круглые сутки горел свет, чтобы любой во тьме мог его увидеть и прийти и решить свои какие-то трудности. Но я вижу сегодня, как многое подменено. Слова вроде те же, а такое ощущение, что поняты они совершенно иначе. Как это в Евангелии пастыри, которые пасут сами себя. И вовсе напуганы, да, они все время ищут себе какие-то проблемы. Такого не должно быть. Такого не должно быть. Евангелие это книга жизни. Стало быть, она создана для жизни, а не для смерти. не для того, чтобы решать какие-то свои проблемы с помощью ненависти к инакомыслящим, к инаковерующим, или людям, которые не разделяют с тобой твои представления о жизни. Евангелие не для того писано. Вы посмотрите на сегодняшнее начало. И окончил он слово свое, и слышали его все, и крестились в тот же день, но фарисеи и садукея. отказались от крещения. Это очень тоже интересный момент, да, то есть они увидели в нем опасность. А знаете, в чем вообще единая черта всех пророков? Они служат правде. А правда опасно. Когда у тебя совесть похожа на губку для мытья посуды, вот такую вот, как бы сказать, податливую, там не может быть правды. Она не видит свое, да, не видит лицемерия, не видит выгоды, не видит безответственности. почему пророки так были ненавидимы, да, ну, потому что они жили по правде и служили. Это очень сложно, человеку не готов. поэтому я заговорил о покаянии сегодня. Покаяние это качественное изменение своей жизни. то есть был я дикарь, а покаяние меня привело к человеколюбию. Знаете, как мне недавно написали в ответ на то, что я говорил про и прошлое. Благодарю вас за ненавязчивое человеколюбие. оказывается, человеколюбие может быть еще и навязчивым. Да, можно быть, согласен. Иногда оно очень назойливое и видна в этом доля лукавства. Но мне не хочется быть назойливым. Мне просто хочется, как у поэта сказано с душевной простотой беседовать о Боге. Истину царям с улыбкой говорить. Помните, может быть, случай, когда истину познал царь. Он гнал Иоанна, правда, другого, златоустого. И вот однажды народ сбунтовался, и царь прибежал к Иоанну в собор и ухватился руками за престол. по правилам нельзя было убить того, кто держится за престол. И он стоял много дней у этого престола и даже ходил под себя. А Иоанн ходил к нему, ну, на службу, да, он приходил и говорил, вот ты, который держал мир в руках, держишься за престол и от страха помрачился разум твой. Ты увидел наконец-то кто ты такой, да, вот так вот происходит, да, иногда человек держит мир в руках, а иногда сам держится за него, потому что правда пришла, чтобы посмотреть ему в глаза. я очень люблю иногда некоторые фильмы, которые имеют в себе это зерно. Может, помните фильм «Мираж», старый советский фильм, и там вот два главных героя, он и она, да, они стоят на скале в конце фильма, и он говорит ей, да, весь мир у наших ног, а она ему говорит «Нет, это мираж», и они прыгают с скалы, потому что не в силах побороть то, что в итоге заберет их душу. Это мираж. Иногда мы создаем мираж из своих иллюзий, ведь вера-то она не в том, чтобы требовать чудес или поклоняться им. Вера это другое, это путь, путь, который тебя выводит из тьмы на свет. Но этот путь не дает тебе право других убивать и унижать. А то люди так иногда любят своего кумира, что он им прямо все позволяет. и чем более дикий человек, тем больше ему позволено. Знаете, я вот помню советского интеллигента, да, того же академика Лихачева, там вот видеозаписи с ним и его женой. Какие трепетные люди. А они себе не могут позволить такое, да, пренебрежить на отношениях другим. Чем больше человек развит, тем ему сложнее быть дикарем. Но сегодня, к сожалению, это не поощряется. Как бы наоборот, да, слишком тяжело прожить жизнь человеку, который высокоразвит, да, я помню, как в 90-е годы с ними расправлялись с легкостью. Просто цивилизация, да, потерявшая совесть, губила людей налево и направо. Торжество силы, торжество сил, но в силе правды нет, и не может быть ее правды. Посмотрите, да, Иоанна, пленили, обезглавили, он не сопротивлялся. Иисуса пленили, распяли, он тоже особо не сопротивлялся. Ну, подумайте, да, сколько человек нужно, чтобы одного пленить и распять? Три легионера и три судьи, и все. Пилотан, Пиав. да, Поэтому в правде силы нет, но силы есть тех, кто смог жить по ней. Ведь посреди вот этого огромного безумного языческого мира дикарей, которые поклоняются страстям, ну, представьте себе, да, есть храмы там войны, храмы любви, я имею в виду плоской, да, огромное количество породило культуру таких храмов в разных цивилизациях, да. Есть сведения, что в Египте был храм богини правды. Это удивляет, да, как языческое воображение могло такое родить. Но ответ прост. Даже воображение дикаря подсказывает ему, что без справедливости невозможно жить. Невозможно. И знаете, какие интересные параллели возникают, да, когда читаешь об этом храме этой богини Маат, богини правды. у нее был маленький храм, и принимала она подношение, знаете как, пчелином воздуху. Ну вот, аналог свечей, да, которые делают, да, и приносят храмы. Еще тогда, да, много тысячелетий назад, она принимала только вот результат труда живых организмов, да, труда в правде. Но мы научились подменять это парафином, мертвым отходом от перегонки нефти. Наша цивилизация так развивается. Один отрок сказал, выгода погубит мир, и я это вижу сполна. Именно выгода стала камнем предновения. Именно выгода ослепила наших соотечественников, и они посчитали себя избранными для сытой и безбедной жизни, а остальных посчитали ну, как бы сказать, досадной помехой на пути к тому, чтобы построить рай на земле. Меня когда-то, лет 20 назад, когда я только стал настоятель прихода, спросил человек, когда пришли люди, их было человек, наверное, 5-6, и спросили, скажи нам, как нам построить рай на земле? А я им сказал, а для чего вам строить рай на земле, когда он уже существует, да? Вот он самый опасный замысл, построить себе рай. Не войти в Царство Небесное, как написано в Писании, да? А знаете, почему? Потому, что Царство Небесное для них не может быть раем. Царство правды, Царство справедливости не укладывается их душа в это состояние. они прекрасно знают, где и когда они обманули остальных. А знаете, как сложно ложь исправить? Для того, чтобы ложь исправить, надо вернуться на то самое место, с которого она началась. Это очень сложно. Очень сложно. Ведь не хочется, да? Хочется говорить, нет, за мной правда, я живу по правде. Потому что некоторые верят, что в правде сила нет. Это ложь. В правде сила нет, иначе бы не убивали пророков, заставляя их молчать. А потом устраивая им пышные похороны и возвеличивания, да? Но вот это способны лжецы, которые и себя обманули, и прочих обманывают. Вот как Харисеи и Судукеи пришли, чтобы креститься на всякий случай, а потом между собой решили, нет, это не для нас. Как это мы будем жить по правде, да? Как же мы признаемся в себе в том, что вся наша жизнь была неправдой? вера очень ненамечная вещь. Сегодня ты уверен в том, что прав, а завтра судьба тебя ставит перед зеркалом, и ты все видишь в ином свете. судьба какая смелость нужна человеку, чтобы признаться себе во всем. Неимоверная смелость. Это как войти зимой в ледяную воду. Страшно и больно. Прямо таки до какого-то животного страха. Она не для тех, кто привык в царских палатах жить и мягкие одежды носить. Да, в этом писании все откровенно сказано. Не для любителей мягких одежды. Правда. Иоанн как раз показал это. Он носил грубую шкуру верблюжий под поясный кожным ремнем. Но, знаете, даже и среди царей нашелся Ирод, который слушал его захлеб. Да, что он устал от лицемерия. Ему так все это надоело. И он слушал захлеб Иоанна. А потом этот самолюбивый дикарь взял и убил его. То есть, что произошло? Дикарь просто подтвердил то, что было на самом деле внутри него. Вот так жизнь и складывается. Человек кажется, что он достигает каких-то высот в духовном делании, а потом какой-то простой случай ставит его на место. И поэтому я очень люблю фильм Остров. с Петром Мамоновым. Жизнь его поставила на место. И он все понял о себе. И вот с этого начинается верующий человек. Не с того, что он себе прилепит в качестве добродетели утренние и вечерние правила или намазы, или регулярные причастия. Не с этого начинается верующий человек. Верующий человек начинается с того момента, когда человек становится человеком. когда он разрушает иллюзию и начинает жить жизнью других людей. Именно об этом и Евангелие. Не пришел я, чтобы послужили мне, но чтобы я послужил им. Отец мой даны не делает и я делаю. Вот о чем. А некоторые люди взяли и изменили все, да? Они как бы прочитали, что Евангелие создано для того, чтобы их славили. И вот возникли пастыри, которые спасут сами себя. И овцы, которые всего боятся и не знают, куда им идти. Ну, вот меня это, честно скажу, очень тревожно. Мы делаем овец слабыми, а сами себе кажемся сильными на их фоне. Но это заблуждение. Это мираж. Аминь.